Hello, друзья! С вами Стивпро, и сегодня я покажу вам несколько новостей о Майнкрафте Багетелишн 0.15.0. Ну, наверное, уже многие ждут новостей о этой версии, друзья. Ну, или самую версию вы тоже уже хотите скачать. Ну, я тоже хочу её, конечно, получить, друзья. Ну, конечно, всему должен быть предел. Ну, и мы будем ожидать новую версию в ближайшее время. Ну, а пока что мы поговорим о новостях, которые нас ждут в предыдущем обновлении Майнкрафта Багетелишн. Вот нам сообщает Джейшн Майер, друзья. Он сообщает о том, что был добавлен новый скелет. Это скелет предры, который будет спавниться, друзья, по идее, в зимнем биоме. Выглядит у нас вот так, с потрёпанной одеждой, друзья, с белыми грозами, как у Херабрина. Сначала он просто... были новости, что его добавят, но его уже официально добавили, друзья. Как видите, он держит лук, и руки у него совершенно опущенные. Но, друзья, если вы приглядитесь, то на заднем плане вы можете увидеть скелетов, у которых совершенно опущены руки. Но у них ещё получается недоделанная модель, потому что ноги не раздвигаются совершенно неправильно, друзья. Но это уже есть некая различность, которая была скопирована с ПК-версией Майнкрафта. И здесь мы тоже можем, друзья, заметить скелета с опущенными руками. Это очень классно, конечно. Но давайте идти дальше. Дальше нам сообщает Шоги, друзья. Он сообщает о том, что хватит спрашивать, типа, дату выхода этого Майнкрафта. Он сообщает, что скорым временем мы сообщим вам дату выхода Майнкрафта 0.15.0. Ну и получается, что скоро выйдет и вправду новая версия Майнкрафта. Ну и к этому дополню, что Томас тоже написал на этой неделе, что скоро выйдет новая версия Майнкрафта. Ну и вчера я смотрел твиты одной группы про Майнкрафт. Они написали, что тест, бета-тест новой версии Майнкрафта 0.15.0 будет на следующей неделе. То есть, если вы видите видео в воскресенье, то получается, с понедельника по субботу ждите новую версию Майнкрафта, друзья. Ну, опять же, новость от Джейсона. И он сообщает, что во время исследования мира Майнкрафта я обнаружил вот такую штучку. И здесь мы можем видеть, друзья, джунглевых храм, в котором будут довольно сильные ловушки. Ну и, конечно, будет довольно хороший лут. Да, это очень классная и очень классная новость. Ну, давайте идти дальше. Вот последняя новость. И я, опять же, скажу, что это новость от Джейсона Майор. Некоторые думают, что он очень много постит постов, друзья. Но на самом деле он постит слишком мало постов, но они очень важные. Ну и здесь мы видим новых моб, друзья. Мол называется Хэск. Он был добавлен в новом самшоте 1.10. Если кто-то не знает, то вышла новая версия Майнкрафта ПК 1.10, к которому добавили 3 новых моба. Это полярный медведь, вот этот зомби и новый скелет, друзья. Он выглядит очень классно, но на ПК он немного больше, чем наш Тиф. Ну и здесь он такого же размера, как и наш Тиф, друзья. Но он будет обитать у нас в жарких местах, то есть в пустыне. И на солнце гореть не будет. И при ударе он будет давать вам голод. Вот такой хардкорд у нас теперь присутствует в нашем Майнкрафте. Ну и новостей больше по идее нет, друзья. Я не знаю, что еще можно сказать, наверное. Но я могу сказать, что в ближайшее, прямо в ближайшее время выйдет бета-тест, друзья. Как только выйдет первая бетка Майнкрафта 0.15.0, так я сразу публикую это видео на самом канале. Независимо, когда оно выйдет. Конечно, если оно выйдет часов 11-10, то видео выложить я уже не смогу. Оно выйдет где-то утром, друзья. Поэтому ожидайте от меня вот таких новостей. Если хотите продолжение вот этих новостей, то давайте наберем 50 лайков. Потому что я вижу, что многие не хотят вот таких новостей. Я собрал за 2 недели самые важные новости про наш Майнкрафт. Я же не собирал, друзья, там какие-то фиговые страницы, как делают некоторые ютуберы. Я отобрал самые правдивые и самые настоящие новости. И если, опять же, вы хотите знать больше новостей о Майнкрафте, то подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ну а на этом все. Ставьте лайки. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал.